Как Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Телеграм на территории России? С сегодняшнего дня в России может перестать работать популярный интернет-мессенджер Телеграм. Как только операторы получат директив Роскомнадзора, у них будет ровно 24 часа, чтобы ограничить доступ к программе. Скорее всего, суды закончатся еще до лета. Первыми закроют сайты Телеграм, потом блокировка служебных IP-адресов. Следующий этап — переговоры с Apple и Google. Если они удалят программу из магазинов, рост российской аудитории Телеграм остановится. Так что дурову с законодателями лучше все-таки договориться, пока не стало поздно. Роскомнадзор так усердно взялся за борьбу с мессенджером Телеграм, что начал блокировать миллионы IP-адресов Amazon и Google. Заблокировано 16 миллионов IP-адресов. В черный список Роскомнадзора уже попали почти 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google. Все они заблокированы в попытках ограничить доступ к Телеграму. Пользователи Viper, социальная сеть одноклассников, сервисы Microsoft, платформу Xbox, приставки Nintendo Switch, PlayStation Network. Даже игра от создателей легендарных танчиков не подключалась к серверу. Все эти сервисы могли бы страдать из-за блокировки Роскомнадзора. Ведомство составляет черный список IP-адресов американской компании Amazon. Идут третьи сутки, как федеральное ведомство блокирует IP-адреса. Но пока получается перебои у десятков приложений и сайтов. Интересно, что сбои сегодня и на сайте самого Роскомнадзора. Перестал работать из сайтов ведомства. Официальный ресурс Роскомнадзор это признает, могли атаковать хакеры. Мессенджер Телеграм тем временем продолжает работать. Российские пользователи почти не заметили изменений. При этом Телеграм остается сейчас в рабочем состоянии. Как раз министр Никифоров намекнул на такие Что впору вспоминать, как пользоваться СМС